Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Dave Trends. В этом выпуске речь пойдет о том, какими инструментами и сетапами мы совместно с американскими коллегами пользуемся для того, чтобы правильно отслеживать динамику рынка внутри недели, правильно готовиться к неделе, и второе, как правильно отслеживать внутри каждого дня интересные движения на рынке. Я уже рассказывал в одном из выпусков об основной настройке, которой мы пользуемся. Здесь в этом ролике будет подсказка, перенаправляющая вас на данную запись. Здесь же речь пойдет о том, какими дополнительными настройками мы пользуемся и где их можно найти. Первый бюллетень мы выпускаем по понедельникам. Здесь речь идет об итогах недели и о том, какие главные события нас ожидают на предстоящей неделе. То есть, это такой макроэкономический срез. И он действительно дает обширную информацию о том, что происходит на рынке, что можно ожидать, какие риски возможны на рынке. И в целом вот этот первый бюллетень, который выпускается еженедельно по понедельникам, он рисует, обрисовывает общую картину того, тех ожиданий, которые могут появиться на рынке. Но также в этом бюллетене речь идет о конкретных бумагах, о конкретных движениях и с графиками, о том, на что стоит обращать внимание, на какие бумаги стоит обращать внимание. И их тут довольно много. И это тесто, если можно так выразиться, из которого можно как раз формировать правильную форму движения и торговли внутри недели. Поэтому вот этот такой бюллетень мы выпускаем раз в неделю. Он у нас формируется по итогам Zoom-конференции на выходных. И мы уже такой консолидированный документ выпускаем. Это делается для того, чтобы наши коллеги и клиенты, трейдеры, они не рыскали по всему интернету и не искали нужную информацию, а чтобы у них был единый документ, который, который все описывает. И данный бюллетень я еженедельно публикую в Slack, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Скоро это будет в Дискорде, а пока это в Slack. И все публикуются ветки Wall Street. Чтение занимает минут 15, чтобы понять, что будет происходить на рынке, что можно ожидать и так далее. Второй документ. Вот первый документ называется Weekly Later. Market Trends Weekly Later. И мы его публикуем по понедельникам. Второй документ – это Trading Plan in News. Мы его публикуем каждый день. Вот он уже ежедневный. Здесь речь идет о конкретных бумагах, речь идет о конкретном дне, что мы ожидаем внутри конкретного дня или нескольких дней. Здесь есть и экономические календари, и квартальные отчеты, что от них ожидать, и IPO, и какие сектора, на что нужно обращать внимание. То есть все для того, чтобы подготовиться к конкретному дню торгов. Если первый документ речь шла о неделе, то во втором документе, который я публикую на премаркете, речь идет о конкретном дне. И здесь тоже есть абсолютно все и по опционам, и по акциям, и по изменениям рейтингов, и понижения, повышения. То есть, опять же, все это делается для того, чтобы трейдер имел исчерпывающую информацию перед тем, как он выходит на торговую сессию, чтобы он был осведомлен и вооружен. И в конце каждого такого бюллетеня, который идет в рамках каждого дня, у нас есть сетапы. Вот они. И, как я и говорил, мы это сделали на Финвизе, чтобы у каждого был бесплатный доступ, который реплицирует то, что мы делаем на платных платформах. Не у каждого есть возможность заплатить несколько тысяч долларов за доступ к платной платформе. Поэтому мы хотим, чтобы у всех был равнозначный доступ к информации. И какие параметры мы обращаем внимание внутри каждого дня? Это бумаги, которые выросли внутри дня. Это все, что связано с 20-дневной средней. Бумаги, которые уверенно двигаются и показывают движение. Сквизы. Какие бумаги готовятся к сквизам? 200-дневные бумаги, 50-дневные бумаги, бумаги по RSI, то, на что мы обращаем внимание. Шорты, Short Setup, на что мы тоже смотрим. И Big Bull Setup. Пройдя по каждой ссылке, вы увидите те настройки, примерно те настройки, которые мы используем на платных платформах, но здесь тоже можно как бы с ними ознакомиться. Today App. Что сегодня в рамках дня, например, росло? Вы можете посмотреть эти бумаги в любом ракурсе и по графикам, и общим спискам. У вас есть изначально исходная, и вы уже можете параллельно добавлять какие-то свои параметры по секторам, по индексам, по биржам, все что угодно. Но изначально исходная точка у вас есть, чтобы вы понимали, как искать ту или иную бумагу. Или, например, 20-day setups. Посмотрим на нее. Она выглядит таким образом, то есть вы переходите в Screener, All, Market Cap. Мы выбираем Middle, то есть Over 2 Billion. Price Crossover SMA 20, Over Average Volume, то есть объем более 500 тысяч. И смотрим бумаги. Опять же, мы можем смотреть под разными ракурсами. И опять же, вы можете под себя уже модифицировать вот эту исходную точку как угодно. По биржам, по маркетам, по индустриям, по странам, по ПЕ, как угодно. Вы будете понимать, что изначальная настройка у вас та, которая используется на Wall Street теми институционалами, с которыми я сотрудничаю. И посмотрите, как бы у вас из 7 и более чем 7 тысяч бумаг осталось 83. То есть вы уже взяли себе интересные бумаги и отфильтровали то движение, которое очень сильное, уверенное. И с которым, возможно, стоит поработать внутри конкретного дня. Что еще? На что мы еще смотрим? Stocks on Move, то, что сейчас уверенно движется. Посмотрим на них. Beta Over выше 1, цена выше 10 долларов. Average Volume уже пониже, выше 300 тысяч. Изменения Change, на что мы обращаем внимание? Чтобы рост был более 2% и Current Volume, текущий объем торгов 300 тысяч. И опять же, мы находим интересные бумаги, на которые стоит обратить внимание, с которыми стоит поработать, которые показывают хороший начал движения. Видите, да? Графики не врут, как говорится. И уже вот отсюда вы можете проводить свои технические анализы, фундаментальные анализы, лунные циклы, все что угодно. Просто понимая, что изначальное тесто, ну вот эта вот глина у вас, она верная, да? Что настройка, она правильная. Что еще? Сквизы. Как мы смотрим на сквизы? Как это выглядит? Вот, собственно, какие бумаги нам выдаются по сквизам. TRCH, можем посмотреть на нее, смотреть какой у нее Short Float. Невысокий, но все же мы видим, какое движение есть очень интересное в бумаге с точки зрения сквиза. И мы видим, что да, это действительно такое прям мощное движение. Что еще? На что мы еще смотрим? 20 days coming above... 20 days coming above scan. Маркет кэп выше 2 миллиардов. Здесь мы смотрим 200-дневное Simply Moving Coverage. Мы смотрим Price Crossed SMA 200 above, то есть выше 200, средний. Цена должна пересекать ее. И средний объем 500 тысяч. 500 тысяч. И мы вот смотрим тоже интересная бумага. PCOR, она дала нам 7% за сессию. То есть, понимая вот это движение, понимая вот эту настройку до начала сессии, можно подбирать себе интересные бумаги. Можно действительно посмотреть интересные сетапы и работать с ними. 50-дневные средние, как они выглядят. Опять же, Performance Week Up, то есть рост в неделе, чтобы цена была выше 20-дневной средней. Чтобы Performance был Today Up, то есть сегодняшний рост был. И 50-дневная... Цена пересекала 50-дневную среднюю и RSI был выше 50. Вот такие характеристики можете выставлять, и мы увидим, например, бумагу АМПЕ. Вот, которая очень интересная графика, которая вот начала, начала движение вот здесь вот, плюс 5% дала. RSI. RSI выше 60. Посмотрим, как выглядит этот график. Цена мы ставим выше 10 долларов. RSI overbought 60. И текущий объем current following over 1 миллион. И посмотрим первую бумагу. 46% невероятно. плюс 46% дала CIA по итогам сессии. Эта настройка была опубликована до начала сессии. Ну вот. Прекрасно. Прекрасный сетап. Прекрасный сетап. Сайки. 29%. Прекрасно. Прекрасные трейды можно проводить по этим сетапам, скажу я вам. Просто отличные сетапы. Опять же, вы можете регулировать то, что нужно вам. Если хотите посмотреть по S&P, вот Adobe мы видим, да, хорошее движение было по Adobe. По Adobe. Microsoft в обратную сторону поехал. Что еще? Что еще мы смотрим? Short setups. Short setups. Те, кто работают с шортами. Today down. У нас стоит на performance 50 days simple moving average. Price below уже, то есть цена ниже SMA 50. Average volume совсем низкая, то есть выше 100 тысяч. И relative volume over 2. И мы видим, что у нас... Что у нас... Ну да. Что у нас по объемам... Не высоки... Ааа... Ну не высоки. Ну вот так вот мы смотрим шорты. Как можно работать с шортами и бумаги можно здесь фильтрануть, посмотреть. Ой, 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 ой. Минус 49 процентов. Кто-то сложилось пополам. Кто-то сложилось пополам. Так. И последняя настройка. То есть если это были такие медвежьи настройки, то у нас уже пойдут... Бичья big bull setups. Big bull setups. Еще раз, да. Как мы смотрим? Screener. All. И здесь мы market cap, например. Здесь у нас Custom Elite Only. То есть высококачественные. Да. 200-дневная Simple Moving Average, то есть Price above, чтобы цена была выше 200-дневной SMA. И 52-дневное движение High or Low была 0-10% below high. И мы видим тут уже такие сильные бумаги, тяжеловесные, которые очень сильно подросли. Smith & Wesson. Smith & Wesson подлетел на 17%. Smith & Wesson. Что у него было-то? На отчете. На отчете вылетели в космос. Smith & Wesson. Надо будет посмотреть на выходных. Вот таким образом. Например, такие настройки мы используем с американцами, чтобы подбирать бумаги. И они вам доступны. Я их публикую в нашем канале. Далее. Поэтому, если вам это интересно, вы можете присоединиться и посмотреть на эти настройки. Искать таким образом бумаги. По сути, это такая воронка, которая сокращает вам работу и убирает лишние шумы, чтобы подобрать самые интересные бумаги для того, чтобы работать эффективно внутри каждого дня. Сохраните себе эти настройки, чтобы ими пользоваться. Ставьте на паузу видео. Смотрите, как настроены в Finvizia те или иные ссылки, чтобы эффективно работать. На этом у меня все. Всем удачи. Держитесь верным курсом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok